Не так давно Федеральная служба безопасности рассекретила материалы уголовного дела о захвате самолета Ту-134 в Уфимском аэропорту, произошедшего 38 лет назад. Террористический акт произошел 20 сентября 1986 года, когда два солдата-дезертира попытались захватить воздушное судно, на борту которого находился 81 человек. Долгое время на деле о страшном теракте стоял гриф «Секретно». О подробности трагедии знали лишь единицы из числа непосредственных участников. Как это было? В ночь на 20 сентября 1986 года в наряд по воинской части, расположенной в Уфе, на улице Карла Маркса, заступили три солдата-срочника. 19-летние рядовые Сергей Егмурджи и Александр Коновал, а также 20-летний младший сержант Николай Мацнев. Все трое вместо дежурства сразу направились в оружейную комнату. Оружие нужно было солдатам для реализации их плана – угона самолета. На такой шаг солдаты решились ради того, чтобы избежать трибунала. По долгу службы Егмурджи, Коновалу и Мацневу приходилось охранять заключенных, у которых они покупали наркотики. В какой-то момент об этом стало известно воинскому руководству. Оказаться за решеткой для солдат было страшнее смерти. Они боялись, что их, как бывших охранников, станут унижать и избивать на зоне. Поэтому было решено что-то менять. Прямо как это произошло совсем через несколько лет. В 90-е. Время перемен, возможностей и кризисов. От переломных исторических моментов до зарождения новых ценностей. От культурных взлетов до экономических потрясений. От бандитов до войн. Лекторий Достоевский приглашает вас в удивительное путешествие в сердце бурлящих 90-х. Перед вами раскинется панорама видеолекций, каждая из которых ключ к пониманию этого лихого времени, полного свободы и беспрецедентных перемен. Лектор и лектория светила науки, культуры и люди из разных социальных слоев, глазами которых вы увидите все грани 90-х. Мы зовем вас пережить эти судьбоносные годы, вдохнуть полной грудью дух тех времен и осмыслить, как именно они складывали фундамент нашего сегодня. Подписывайтесь и смотрите на канале Лекторий Достоевский. Ссылка в описании. Идейным вдохновителем угона самолета стал уроженец Архангельска Николай Мацнев, который до армии был курсантом мореходного училища. Четкого понимания, куда лететь, у заговорщиков не было. В качестве варианта они рассматривали какой-нибудь остров. Изначально заговорщиков было шестеро. Участвовать в захвате самолета помимо Коновала, Мацнева и Ягмурджи планировали еще три их сослуживца. Все шестеро обсуждали свои планы прямо на кухне, не утруждая себя излишней конспирацией. Между тем сообщники были уверены в успехе дела. На службе, среди прочего, они отрабатывали действия в рамках антитеррористической операции «Набат» и постигали тонкости борьбы с воздушными пиратами. Но ближе ко дню захвата двое заговорщиков, Илюкович и Губаев, от общего плана отказались. Перспектива пролить кровь, убив охранявших БТР сослуживцев, Федоткина поначалу не смутила. Согласно плану, Коновал, Мацнев и Ягмурджи должны были сбежать из части и направиться в Подымалово, а там встретиться с Федоткиным на захваченном БТРе. Попав в оружейную комнату, трое солдат забрали оттуда автомат, ручной пулемет Калашникова с патронами и снайперскую винтовку Драгунова, СВД. После этого заговорщики спустились вниз и, выбравшись через окно столовой, дезертировали из части. На улице шел проливной дождь. Коновал, Мацнев и Ягмурджи добрались пешком до перекрестка улиц Ленина и Чернышевского и решили остановить проезжавшее такси. Вскоре на дороге появился милицейский УАЗ, в котором находились двое сотрудников вне ведомственной охраны Ленинского РОВД Уфы. Сержант Айрат Галеев и старший сержант Залфир Ахтямов. Из такси выскочил Мацнев, следом Ягмурджи. Из автомата и пулемета они открыли по машине огонь на поражение, убив милиционеров на месте. Наблюдавший за расстрелом Коновал с незаряженной СВД в руках, в ужасе выскочил из салона и бросился в лес. Позже, выбравшись на дорогу, он остановил КАМАЗ и попросил шофера подбросить его до деревни Подымалова. В качестве предлога Коновал рассказал водителю выдуманную историю о самоволке ради свидания. Затем беглец спрятался в одном из деревенских домов, соврав хозяевам, что находится на учениях. Но дом вскоре окружили поднятые по тревоге военные. Увидев их, Коновал попытался покончить с собой, но неудачно. Его успели госпитализировать и спасти. Осмотрев из решеченной пулями милицейский УАЗ, Мацнев и Ягмурджи сообразили, что на таком транспорте их явно остановят на КПП в Подымалово. Тогда солдаты решили не заезжать на склад к Федоткину, а ехать сразу в аэропорт Уфы на такси. Шокированный водитель уговорил преступников его пощадить, и те пощадили. На территорию аэропорта дезертиры проникли через дренажный канал. На взлетном поле они оказались около трех часов ночи. В это время ни один самолет не готовился к вылету. Мацневу и Ягмурджи пришлось отправляться на дальнюю стоянку и прятаться в высокой траве в ожидании своего часа. Освобожденный таксист отправился к сотрудникам милиции. Но вместо того, чтобы выслать в аэропорт наряд, они повезли шофера к главе уфимского МВД. Драгоценное время было упущено. Около трех тридцати утра в аэропорту на дозаправку приземлился Ту-134, следующий рейсом Киев-Уфа-Нижневартовск. Пока в баке закачивалось топливо, 76 пассажиров были отправлены в зал ожидания. Когда они вернулись в свои кресла, а самолет был готов к вылету, на борт ворвались вооруженные дезертиры. Первой с ними столкнулась дежурившая в эту ночь на проверке билетов сотрудница аэропорта Людмила Сафронова. На пути Сафроновой попалась 25-летняя стюардесса Елена Жуковская. Она была на ранних сроках беременности и, возможно, поэтому никак не могла понять, с чем связано неожиданное поведение сотрудницы аэропорта. Услышав крик Сафроновой, экипаж рассмеялся. Все приняли это за шутку, кроме командира корабля. Тот сразу же отдал приказ заблокировать двери и занять свои места. Тем временем бандиты атаковали бортпроводниц. Маснев взял на мушку вторую стюардессу, 22-летнюю Сусанну Жабенец, и послал Жуковскую к экипажу с сообщением о захвате. Террорист тем временем начал отсчитывать секунды до выстрела. Жабенец крикнула коллеге, что ее сейчас убьют. Внезапно с места сорвался один из пассажиров. Бывшего зэка, монтажника управления одного из геофизических предприятий, Александра Гермоленко, возмутило, что какие-то молокососы взяли его в заложники. Ермоленко с угрозами двинулся на Мацнева. Тот резко развернулся в сторону пассажира и сразу же открыл шквальный огонь. В итоге несколько заложников были ранены осколками обшивки. Женщина, телом прикрывавшая своего ребенка, получила пулю в плечо, а бывший арестант погиб на месте. Серьезное ранение в живот получил летевший в Нижневуартовск вахтовик. В электрика из управления буровых работ нефтяной фирмы Ярослава Тиханского, который резко поднялся с места, выстрелил Ягмурджи. Повреждением обшивки самолета сразу же воспользовались стюардессы. Выслушав, что лайнеру необходим срочный осмотр, захватчики через бортпроводниц потребовали, чтобы пилоты сдали служебное оружие. Посоветовавшись по радиосвязи с руководством, пилоты отдали один из пистолетов, правда без патронов, а второй рискнули оставить. К счастью, дезертиры были не в курсе, сколько единиц оружия есть у экипажа. Ягмурджи приказал вынести из салона убитого Ермоленко. Тело вытащило и оставило на верхней части трапа хрупкое Жуковское. Террористы не хотели сами выходить наружу, опасаясь пуль снайперов. В это время к самолету подошла стюардесса другого экипажа. Ее предупреждал об опасности муж Людмилы Сафроновой, аэродромный техник, но девушка отказывалась отойти подальше. Ушла она лишь после того, как увидела милиционеров, которые катили на тележке, прикрытые простыней окровавленное тело заложника. Между тем, террористы, поддавшись на уговоры бортпроводниц, разрешили вывести из самолета истекавшего кровью Тиханского, который не мог идти сам. Помогать ему тоже пришлось Жуковской. Преступники велели Елене не спускаться с раненым по трапу, но бросить умирающего пассажира она не могла. К слову, прибывшие на место фельдшеры долго опасались подходить к трапу, чтобы оказать Тиханскому помощь. А когда решились, было поздно. Он скончался в машине скорой помощи. Тем временем самолет окружили милиционеры и военные. На место прибыли сотрудники КГБ. Одному из чекистов, главе отделения Башкирской ССР Анатолию Кацаги, удалось пройти на борт. Работавшему в свое время авиационным инженером-силовику пришлось вспомнить старые навыки. По легенде, он был сотрудником аэропорта и пришел изучить повреждения обшивки воздушного судна. У входа, переодетого в спецовку и снабженного тайной прослушкой и радиосвязью с экипажем Кацагу, встретил Мацнев, который сразу же направил автомат в живот незнакомцу. К счастью, террористы не обратили внимания на эти детали и пропустили визитера внутрь. Кацага делал вид, что осматривает обшивку, а сам оценивал вооружение преступников, запоминал схему рассадки пассажиров и внимательно наблюдал за поведением террористов. Он обратил внимание на странные глаза Мацнева. Тот был под действием наркотиков. Мацнев и Егмурджи согласились подождать, но не более 12 часов, иначе угрожали начать расстрел заложников. Обо всем увиденном на борту Кацага рассказал прибывшим около 7 утра на место сотрудникам спецподразделения «Альфа» во главе с командиром Геннадием Зайцевым. К 6 утра террористы согласились, а немного позже освободили еще часть пассажиров, рассудив, что 20 мужчин в качестве заложников им вполне достаточно. Сюардессам было поручено составить список из 48 фамилий заложников, которых планировали отпустить. Задача была не из легких. Все пассажиры рвались на волю. Оставшихся пассажиров рассадили так, чтобы все они были в зоне видимости преступников. Военную форму террористы сменили на гражданскую одежду, взятую из ручной клади пассажиров. Вспомнив о Набате, преступники заблокировали аварийные люки и заклеили глазок двери, ведущей в кабину пилотов. Впрочем, одна из стюардесс незаметно сняла наклейку. Между тем, сотрудники правоохранительных органов пытались уговорить террористов сдаться. В аэропорт даже привезли магнитофонную запись речи матери Ягмурджи. Функции переговорщика взял на себя командир роты воинской части, где служили террористы. Беседы велись через открытую дверь самолета, но каждый раз преступники прятались за стюардессами. Дезертиры поначалу были непреклонны и твердили, либо за границу, либо на тот свет. Но в итоге слова командира возымели действие. Оба преступника поняли, что их затея обречена на провал. Поняв, что положение у них безвыходное, Мацнив и Ягмурджи решили свести счеты с жизнью. Они попросили доставить на борт яд или большие дозы наркотиков, что и было выполнено в 15.30. Захватчики приказали стюардессам дождаться их смерти. И только после этого вступить в контакт с наземными службами. Приняв наркотик, Ягмурджи, который перед этим написал прощальное письмо сестре, потерял сознание. А Мацнив, бывалый наркоман, просто уснул. Стюардессы аккуратно замотали автомат, ремень которого был надет на шею преступника, куртками пассажиров. Девушки рассудили, что при штурме террорист потратит время на разматывание оружия и выстрелить не успеет. А выпавший из рук Ягмурджи пулемет стюардесса Жуковская отнесла в кабину пилотов. Но открыли ей не сразу. Бортпроводницы открыли люк и сообщили дежурившим около него бойцам спецназа, что можно пройти в салон и взять спящих дезертиров. Но Альфа действовать не могла. Команда на штурм самолета к тому моменту из Москвы еще не поступила. В 16.30 Мацнев проснулся и принялся толкать подельника. Тот в себя не приходил. И тогда Мацнев принял еще одну дозу, после которой у него открылась рвота. Стюардессам удалось уговорить террориста отпустить остальных пассажиров. Когда последний заложник спустился по трапу, Альфа приступила к штурму. Спецназ остановился на самом рискованном плане захвата. Чтобы бесшумно и максимально быстро попасть в салон, бойцы решили действовать налегке, без бронежилетов. Проникнув в кабину пилотов, они предложили членам экипажа выбраться через форточку, но те отказались. Сафронова из-за плотного телосложения не могла этого сделать, а бросать женщину пилоты не захотели. Медлить было нельзя. И спецназ открыл огонь на поражение. В голову и тело террориста попали несколько пуль. Он погиб на месте. Несколько пуль попали и в ногу Ягмурджи. Врачам пришлось ампутировать ее, чтобы спасти жизнь дезертиру. К слову, на применение огнестрельного оружия при штурме Альфа получила разрешение у прокурора Башкирской АССР. Но позже в отношении бойца, ликвидировавшего Мацнева, все же было возбуждено уголовное дело. Правда, его быстро закрыли, так как действия стрелка признали законными. Полгода спустя, 22 мая 1987 года, суд приговорил Сергея Ягмурджи к смертной казни. Вскоре приговор привели в исполнение. Сбежавший до захвата самолета Коновал получил 10 лет колонии, из которых отсидел 5 и вышел по амнистии, объявленный президентом России Борисом Ельцином. Неудавшийся террорист вернулся к нормальной жизни, устроился на работу, женился и стал отцом двоих детей. Тем же составом военного трибунала рядовые Федоткин и Люкович и Губаев были осуждены на сроки от 2 до 6 лет, в зависимости от их роли в преступлении. Причем Федоткина признали виновным в том числе по статье «Угон воздушного судна» и по статьям о незаконном употреблении и хранении наркотических веществ. Избежать наказания тогда не удалось никому. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.